Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и Firaxis внезапно анонсировала новый патч к Sid Meier Civilization 6, так что расскажу вам, что они в нем обещают изменить. У меня даже сложилось впечатление, что они посмотрели мое видео «Что не так с Sid Meier Civilization 6?», потому что изменения действительно хорошие. Итак, в начале видео Антон Стренгер благодарит комьюнити и отмечает, что хоть они и не могут с каждым из нас поговорить напрямую, но они читают и слушают все замечания, поступающие от игроков. И действительно, судя вот по этому патчу и по прошлым патчам, Firaxis к игрокам стали намного ближе. Для начала в этом патче Firaxis решили заняться балансом производства. Так они увеличили количество производства от каменоломен, пастбич и лесопилок. Таким образом, чтобы они конкурировали с шахтами. И это очень важное изменение, потому что, как на данный момент, ты появился без холмов, значит у тебя нету производства. Что даже в принципе не очень логично, потому что в ранние века лес более важен, чем холмы. Тем более, что сейчас игроки практически все ресурсы вырубают. Надеюсь, что вот это изменение механики заставит не вырубать все подряд и иметь производство даже тем цивилизациям, которые появились без холмов. Кроме того, после открытия меркантилизма можно будет строить лесопилки на джунглях. Вау, мне этого даже в пятой цивилий не хватало. Изменены здания поздних эпох для повышения их эффективности. Во-первых, на 20% уменьшена их стоимость в производстве. Во-вторых, увеличен выхлоп от специалистов, то есть от тех жителей вашего города, которые работают не на клетках города, а на клетках районов. При этом, например, если вы видите на картинке, специалист в лаборатории просто дает плюс 3 науки и 1 очко великих ученых вход, а с электричеством плюс 5 наук. А продуктовый рынок в пригороде с электричеством будет давать 6 еды вместо 4. Кроме того, добавлена новая линза, которая как раз и показывает, где в ваших городах есть электричество. Вот этого мне действительно не хватало. Я постоянно не понимаю, насколько хорошо мои города обеспечены электричеством. Пересмотрены бонусы некоторых цивилизаций. Это опять ответ тем моим зрителям, которые постоянно от меня требуют рейтинг цивилизаций в шестой цивилизации. Видите, они меняются и меняются. Например, у Англии здания, которые подключены к электричеству, будут давать дополнительно 4 ресурса сверху. Если я правильно понял этот бонус, то, видимо, лаборатория, подключенная к электричеству, будет дополнительно давать не 5 науки, а 7 науки. По-моему, это очень круто. Шахты на железе и угле плюс 2 ресурса. Раньше было, по-моему, плюс 1 вход. Кроме того, при строительстве зданий в индустриальной зоне Англии будет даваться плюс 20% производства. А здания в гавани, ну это уникальный район Англии, будут накапливать стратегические ресурсы. Плюс 10 на стандартной скорости, ну, видимо, на сетевой плюс 5. То есть они будут работать как здания в военном районе. Вот не уверен, это уникальная особенность района английского, или все-таки Феракси сделают для всех гаваней возможность накапливать стратегические ресурсы просто в меньшем объеме? Способность Канады теперь будет давать дополнительное производство лесопилкам и дополнительную еду лагерям. Так что Канада выглядит все вкуснее и вкуснее. Кроме того, они опять немножко перебалансили технологическое дерево, но для начала уменьшили стоимость технологий и социальных политик, начиная со средневековья, заканчивая последними технологиями на 10%. То есть, видимо, движение будет быстрее. И связали некоторые технологии. Так теперь стремя невозможно открыть, не открыв ученичество прежде, а химию невозможно открыть, не открыв заменяемые части. Как ни странно, это все равно никак не влияет на скорость открытия самолетов. То есть, опять вы все равно можете идти по верхней ветке, прямо в улучшенную авиацию. Поэтому изменения вот такие в технологическом дереве мне не очень понятны. Возможно, они просто ослабят самолеты как-нибудь. Хотя я бы просто рекомендовал перенести алюминий из радио куда-то в нижнюю ветку. Но, тем не менее, выглядит так, что самолеты они не трогают. Больше всего о нарекании в последнее время, по-моему, вызывала дипломатическая победа, которая и скучна сама по себе, и практически невозможна. И вот Торнстей Хартли рассказывает о том, что Фераксис серьезно переработал эту систему, и все станет веселее. А именно. Для начала они увеличили количество необходимых дипломатических очков с 10 до 20. А во-вторых, сделали так, что каждый участник партии, проголосовавший за выигравшую резолюцию в Конгрессе, получит 1 очко. Да-да, например, вы голосуете за резолюцию, которая дает дополнительное довольство за каждый ресурс ртути. И если эта резолюция проходит, то вы получаете 1 очко дипломатической победы. В голосование даже добавлен элемент интерфейса, который показывает, какое из предложений, скорее всего, пройдет. Но это, естественно, для игры против компьютера. В сетевой партии оно вряд ли поможет. Кроме того, очки дипломатической победы добавлены во все дипломатические соревнования. Ну, там, например, помочь кому-то, или провести спортивные игры. Если вы в этом соревновании побеждаете, вы получаете и очки дипломатической победы. Кроме того, добавлено еще новое соревнование. Военная помощь. Если на кого-то напали, и он предложил эту фигню на Конгрессе, и она прошла, то, посылая деньги, или вступая в войну с вармонгером, вы получаете очки в этом соревновании, и, победив, получите очки дипломатической победы. Будут добавлены 3 новых резолюции. Например, шпионский пакт. Либо все шпионы получают на 2 уровня выше, либо все шпионские операции становятся невозможными. Смотря за что проголосуют. Военная консультация. Правда, не знаю, как его переведут, на самом деле, в русской версии. Military Advisory. Выбранный юнит либо получает плюс 5 к силе, либо, наоборот, теряет 5 силы. Ну, там, например, выбираете танки, голосуете за них, чтобы они получили плюс 5 силы. Слава богу, Фераксис не сделала плюс 10 или минус 10. И, наконец, связи с общественностью. Выбранный игрок и все игроки, которые с ним контачат, либо удваивают претензии к нему, либо, наоборот, наполовину снижают. Не уверен, что для сетевой игры это интересная резолюция будет, а вот при игре с компьютером можно уменьшить их раздражение вами. Или, наоборот, другие компьютеры на кого-то натравить будут. Кэт Беркли рассказывает, что они изменили в механике темного, нормального и золотого веков. Так, в поздней эре, в золотом веке, вы можете выбрать стремление «Автоматическая война». Это специально для огромных смертельных роботов. Благодаря этому вы сразу получите гигантского, я их называю, человекоподобного робота в вашей столице. Получите 3 урана в ход, а все ваши урановые шахты будут добывать на 1 уран больше в ход. В темном же и нормальном веках это стремление будет давать вам 1 очко эры за каждый не-варварский юнит, который вы убьете большими человекоподобными роботами. 4 новых карточки для темных веков поздних эр. Flower Power. Не знаю, как это лучше перевести, но это «Власть цветов». Это отсылка к движению хиппи, конечно же. С помощью этой карточки ваши рок-группы будут давать больше туризма, когда они играют в тех странах, с которыми вы в мире. Правда, при этом увеличится стоимость всех остальных юнит. «Кибервойна» даст вам плюс 10 силы против юнитов из информационной и эры будущего, но при этом претензии к вам не будут уменьшаться. Но это, опять же, скорее при игре против компьютера имеет значение. «Автоматизированная рабочая сила» даст 20% продукции вашим городам, когда они создают какие-то проекты, но при этом снизит на 1 довольство и на 5 лояльность в ход. И, наконец, кампания по дезинформации даст вам 3 дипломатических очка за каждый вещательный центр, но при этом снизит на 10% науку и культуру во всех городах. Ну и, наконец-то, добавили «Удобно, где посмотреть все бонусы, которые висят на ваших юнитах». Теперь можно будет наводить просто на иконку юнита, и там будут расписаны все эти способности. Вот в данном случае плюс 14 против лёгкой кавалерии и тяжёлой кавалерии, и плюс 3, когда воюет на холмах и не имеет штрафа передвижения по холмам. Это из-за того, что этот вот юнит прошёл рядом с чудом «Матернхорн Вандер». Два новых типа карт будет добавлено. Во-первых, 7 морей. Это карта с большим количеством земли и некоторым количеством маленьких морей, вместо того, чтобы иметь на карте большой океан. Мне кажется, будет интересный для сетевой игры. И маленькие континенты. В отличие от обычной карты континентов, здесь больше континентов, но с меньшим количеством земли. Это всё, конечно, хорошо, две новые карты, но я надеюсь, что Firaxis поработает над генерацией самой карты. И судя по тому, что они вот занялись созданием новых типов, надеюсь, что и генерация карт станет более сбалансированной. Ну и напоследок, разработчики сказали, что выпускают окончательную версию World Builder. Теперь его можно будет найти из меню самой игры в дополнительном контенте, вместо того, чтобы что-то там включать в дополнительных настройках, где-то лазить через игровые файлы. Мне это не особо интересно, но для создателей карт, модов, я думаю, это будет офигительной новостью. И нас ждёт много интересных модов, карт и так далее. Так что ждём выхода этого патча. Они не говорят, когда он выйдет, но по опыту прошлого анонса, патч вышел где-то через неделю после анонса. Так что, наверное, вот-вот он будет. Ваши впечатления от этого анонса, надеюсь, прочитайте в комментариях. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.